Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня у нас в гостях мастер спорта Иван Смурков. И, друзья, у меня для вас есть приятная новость. С 3 по 13 сентября в Киргизии состоялся чемпионат мира по бразильским шашкам среди людей с ограниченными возможностями. И Иван занял третье место в Рапиде, а в классике одержал убедительную победу. А со 2 по 9 октября уже в городе Сочи там состоялась пара Олимпиада и Иван победил даже во всех трех номинациях. То есть три золота и в Блиц, и в Рапид и в классику. Сегодня Иван покажет нам красивые фрагменты, красивые партии. Ну и, пользуясь случаем, поздравляю Иван с победами. Здорово! Да, привет, Олег. Всем зрителям доброго времени суток. Спасибо за поздравления. Вот постараюсь сегодня что-нибудь интересное показать и в русские, и в бразильские шашки. Вначале, значит, Иван покажет две партии и в русские шашки, а затем бразильские шашки, партию, фрагмент и еще фрагмент из тренировочного матча нашего с Иваном. Да, тоже там интересная комбинация будет. Так, Иван начинаем с русских шашек. Да, русские. Сначала покажу партию с быстрых шашек. Вот играл я ее, не помню, вроде во втором туре, против довольно крепкого соперника, мастера спорта. Нам выпала жеребьевка СД4, ДЕ5. А, просто жеребьевка? Да, ну просто ходилка так называемая. Хорошо. СД4, ДЕ5. Так. Вот я сидел, думал, как же я буду пытаться играть на победу эту позицию, потому что я чувствовал, что соперник все знает. Ну и в партии последовало. ДЕЦ3, ЕД6, пытаюсь немножко запутать. ЕФ4, БА5. Но все равно все свелось к основным построениям. Ну дебют перекресток, да. Да, ФЕ3, ЦБ6, ЦД2, БЦ5. Размен назад. И вот здесь все, что я знал про эту позицию. Ну, естественно, вперед бить нельзя, потому что тут простая комбинация. Отдаем шашку, выигрываем. И на ход БА7 проводим второй удар. То есть играем ЖФ4. Ну как бы черные не били. Отдаем еще одну шашку, затем еще одну. И белые остаются с лишней шашкой. Ну для тех, кто не знает, для начинающих. То есть всегда бьем назад в этой позиции. Да, и в дальнейшем у нас получился вариант, который, наверное, многим мастерам, гроссмейстерам известен. Мне он известен не был. И вот что интересно, удалось за доской найти красивый выигрыш. Открыл Америку за доской, да? Да, что-то типа того. Я решил сыграть острый вариант АБ4. Ну играется так. Я знал, что такое существует. Но знал еще пару ходов последовало. ФЖ5 последовало. А, ФЖ5. Ну допустим, ФЖ5, БА5. Соперник играет АБ6. Я ЖФ2. И последовало ФЕ7. Ну то есть с небольшими перестановками ходов. СД4 надо? СД4 меняюсь на поле Д4, естественно. И необходимо, вот как мне после партии уточнил Эмиль Галиев, здесь играть ДЦ5. И за белых нужно вылезать ДЕ5. АБ2, по-моему, даже проигрывает. АБ2 проигрывает из-за комбинации. СД6 и ЕФ6. Это такая простая комбинация. И еще 4 снимаем так красиво. Вот так проигрывать не хотелось, конечно. Поэтому ДЕ5, да? Да, ДЕ5. Ну и там, допустим, на ЕФ6 уже ЕД6 будет. Но в партии... Ну да, ЕД6. Ну и допустим, сюда-сюда. Ну да. Примерно равной позиции, да? Но в партии последовал ход, который, вот как Эмиль мне сказал, уже проигрывает. Не проверял. ЖЖ4? ЖЖ4, да. ЖЖ4, я играю АБ2. Так. ДЦ5, ну уже необходимо. И играю... Б3. То есть, да, Б3 сначала. ЕФ6 последовало. И я здесь размышлял некоторое время. Некоторые проблемы. НЕФ5 или ФЕ5. Но пошел просто ФЕ5. Последовало дальше ФЖ5, ЖФ4. ДЕ7. Здесь у меня на секунду промелькнула сумасшедшая идея ЕД6 отдать. И побить на С7. Но, как выяснилось, она не проходила. Там просто ЕФ6, ЕФ5 подходит белый, черные не нападают. Поэтому в партии последовало ДЦ3. Так. Соперник ЕД6. И здесь мне удалось найти... Выигрыш. Красивый выигрыш. Так, друзья, можете поставить видео на паузу. И также попытаться найти выигрыш за белых. Да, вот. В книгах, как мне сказали, он написан. ЕД2 последовало. А, я понял идею. Да, ЕД2. И на ЖФ6. Красивая жертва. Да, жертва шашки. И нападение. И фигатит СБ4. Ну да. И с Цукцвангом удалось выиграть такую партию. Черным что-то как-то некуда ходить. Да, это известная идея. Да, вот такая идея. Удалось провести партия. Ну, то есть ты не знал, да? Я не знал, да, не знал. Ну ладно, молодец. Я думаю, за доской приятно такое найти. Да, прям вот очень приятно было. Давай следующую. И еще одну партию покажу. Ну, небольшую теоретическую ценность она имеет. И так же курьё смог произойти. Или трагедия. Значит, это леталка у нас была. Так. Ф2, Б4. Ага. Аж 8, Ж5. Да, Аж 8, Ж5. Такая интересная позиция. Я играл против крепкого мастера спорта Сергея Крайнего из Краснодарского края. Нет, Ф2, Б4, Ф2. А, Ф2. Угу. Да, первую партию я играл белыми. Мы закончили в ничью. Это была вторая партия. Я играл черными. А, черными. Давай я тогда за черных разверну. Угу. В партии, как и в первой, также последовало Ж4. То есть белые сдерживают черных. И я собирал БЦ5. Ну да, просится. В партии я думал, что последует Е2, на которой я планировал играть АБ6. Есть такое обострение максимальное и с непонятной позицией. Угу. Вот. Но в партии последовало БА5. Я с комфортом меняюсь в центр Ж4, естественно. Ставим кола. Да, ЦБ4, Ж6. Вот, соперник сыграл. Ну, ФЕ5 пока тут нельзя, видите, из-за простого АБ6. Ну, это понятно, да. Да. То есть, надо играть Ж6, другого нет. Ж6 хороший ход, то есть я рассчитывал на ловушку. Соперник сыграл БЦ3. Так. И я быстро делаю ход АБ6. Самое зажимое. В чем идея? Ну, такая простая комбинация на ход Е2. Можете поставить видео на паузу, как принято говорить на этом канале. Так, сюда. Так, так не проходит. Ага, так, так, так. Олег нашел, я так понимаю, да? Не, я идею понял. Я пока ходы ищу. Ну, ничего сложного тут нету. Так отдал, потом так. А, ну просто тут раз, два, три, трехходовочка. Да. Ну да, четвертым ходом бьем. Так. Так. Ну, такая. Так. Комбинация с идеей Воронцова, да? Ну, или там кто-то еще раньше там проводил, или в одно и то же время где-то там было придумано. Не попался, да, соперник? Да, соперник мой сыграл ДЕ3. Так. После этого, ну, кажется, что позиция очень хорошая. Но, на самом деле, я думаю, так и есть. ФЖ5? ФЖ5 я поменялся, да. Ну, ход, как говорит Евгений Кодрощенко, не требующий раздумий, да? Е в 2, ДЕ7. Так. Играем типично. Соперник выжидает АБ2. Е в 6. И вот получилась позиция, ход в ход с переменной цвета из теории. Вот, искала она получается еще откуда-то. Да, по-моему, ФЖ5 надо играть. Значит, да, вот. Ну, в смысле, СД4, да. СД4, да. Да, да, да. Для белых. Б5, Ж4, в смысле. Да, да, да. АЖ4 я сыграл. Значит, АЖ3. Ну, по-моему, АЖ... Да, АЖ3. АЖ5. АЖ5. Вот, вроде здесь же АЖ2 нужно сделать ход, чтобы не проиграть, да? Вот что-то такое, по-моему, да, вот. Я сам плохо помню, честно. Ага. Уже, по-моему, размен. Да, а как в партии было? Да, вот в партии как раз последовало БЦ3, этот ход проигрывает. Ага. Вот, я разменялся. СД5. Ну, на Ж4 то же самое было бы. А, ну и все сводится к позиции, по-моему, я разбирал, да? Цирик, Лебедев, нет? Значит, ну... Ну, то есть... Не, не к Цирик, Лебедев, там немножко другая. СД4, ЕФ6. Ж4, ФЖ7. То есть, все форсировано. Ж2. Ну, ФЖ5 не напасть, даже. Некуда входить, да? А6. АЖ3. Так. ФЖ5. ФЖ5. И, ну, так. Да, и опять же, как это называется? Ж2, говорю, Б7. Ага. Надо жертвовать. СД5 проводит комбинацию. И сюда, да? ФЕ5, да. Здесь вот пока... Ну, эту позицию я издалека просчитывал, вспоминал, как выигрывать. Вот, к этому моменту я уже помнил. Значит, побил именно на Д2. Соперник бьет на поле Б8. Я здесь именно ставлю дамку на Е1. Побили. И ЕФ6. То есть, в книге здесь написано, что еще как-то жертвовать две шашки. ЖФ4 можно за белых. Но в итоге все равно белые там проигрывают. Вот. Но в партии Сергей сразу поставил дамку на поле Д8. И здесь чуть было не случилось то, о чем бы я помнил всю свою жизнь. Точно помнил бы. Здесь я сидел, думал, как реализовать проще свой перевес. Ну, по-моему, просто на А5 дамкой сыграть и все. И, значит, поднял руку над своей дамкой и хотел сделать ход Е1, Д2. Ой-ой-ой. Обратите внимание. А тут же просто бы побил. В последний момент я понял, что дамка просто под бой встает. То есть, ну, у меня в голове как, что дамка бьет на Ж5. Да, уже автоматически, да-да-да. Я бью две, и дамка на поле Б8 у соперника зажат. Это называется заскок. Да, такое бы на всю жизнь запомнили бы. Мне кажется, оба соперника. Вот в последний момент я понял, это пошел дамкой на А4. Ну, и в дальнейшем удалось реализовать. В смысле, на А5, да? Да, на А5. Ну, потом поставили дамку, отъедаем шашку и выигрываем. Да, отъел шашку там, ну, и да, тоже технические. Ну, да, понятно. Бывает, бывает, надо быть аккуратнее, да. Такие дела. Давай тогда сейчас рассмотрим бразильские шашки. Значит, сначала, наверное, покажу полноценную партию с чемпионатом мира по бразильским шашкам. Давай. Значит, вы положите... Друзья, такой небольшой момент тоже. С Иваном как раз до начала чемпионата играли два тренировочных матча. Вот буквально за три дня. То есть, первый день, по-моему, 10 партий и во второй день. То есть, первый день мы перебились, по-моему, 4-4, да? И остальные в ничью. А второй день Иван меня убедительно разорвал. Пять партий выиграл и пять не удалось свести в ничью. И я после этого сказал, что Иван станет чемпионом мира. Я сказал, что... Потом буду всем рассказывать, что я играл чемпионом мира. Иван засмущался, так, захихикал, но в итоге все так и вышло, да. Олег Пророк у нас. Да, и, кстати, еще такой момент. Ивану показывал комбинации и ловушки от Александра Гетманского, международного гроссмейстера из города Тула. То есть, на сайте 64100 он размещал интересные статьи. Вот, так что Иван тоже ему, наверное, тоже может быть благодарным за помощь в подготовке. Да, потренировал меня перед турниром Олег. Так вот, тоже помогло, безусловно, да, безусловно, помогло. Значит, вот партия последнего тура предварительного этапа. То есть, у нас классика проходила, швейцарка, семь туров, и потом олимпийка, четвертьфинал, полуфинал и финал. Значит, я играл с узбекским спортсменом Бахадиром Убайдулаевым, и нам выпала жеребьевка C3 на F4. Так, сейчас подожди. На C6, на C5. На C3 на F4, на C6 на C5. Пока расставляешь небольшую предысторию, расскажу предысторию. Я вот перед партией ночью, к сожалению, довольно сильно отравился, в общем, заболел. И партию я играл там с температурой чуть ли не 39, в общем, в ужасном состоянии. И мне очень повезло, что выпала жеребьевка, во-первых, гамбитного характера. Ну, ты любишь гамбитки, да? Ну, которых можно играть целыми схемами, да, не высчитывать. Особо не задумываясь, да. Да, также именно эту жеребьевку я уже играл ранее, вот с Дмитрием Мельниковым вроде. Значит, в партии, я покажу первую партию, которую я играл черными. А, ты черными играл. Да, вот что отмечу, вот во второй партии, да, я пошел уже А4, в первый Бахадир БЦ3 сыграл. Вот отмечу, что все узбекские спортсмены, почему-то у них какие-то проблемы, вот именно с гамбитными позициями. Не понимают. Когда они плоховато понимают, не знаю, с чем это связано. В партии последовало Fe5. Ну вот, из-за Fe5, да, поэтому уже А4 и надо было играть. Тут уже приходится меняться, и у белых будет переразвитие. Да, плоховато понимают, но тем не менее играют творчески, конечно, все равно выиграть тяжело. Значит, же А4 меняется. Вот, переразвитие пошло у белых, да. Я играю бы А5. И тут еще один такой нестандартный ход с Д4. Так, ну я бы разменялся, наверное, на СД4. Да, я меняюсь на Б4. То есть, считать мне не было силы. То есть, не даем шашку А1 ввести в игру. Да, соперник выжидает с другой стороны. ЖЖ2. ЖЖ2. Я играю СД6. СД6 пока что подвожу силы. ФЖ3. Здесь я чуть-чуть считал ход ДЦ7 в партии, но потом бросил это безнадежное дело. Поменялся назад просто ДЦ5. Можно, да. То есть, еще дополнительно запаслись темпами запасными масло-масленное. Значит, в партии, да. Ну, АБ2 уже, наверное, да? Да, в партии последовало АБ2, АБ3. Подводим ВЦ3. АБ6. ФЖ5. Подходим, подходим, не стесняемся. Начинает ставить ловушки соперник, да. То есть, на нападение АЖ6 типичное. Он неожиданно поставит рожон мне ЖЖ6. А вот, кстати, у нас в тренировочном матче была такая тема. Еще белые могут выиграть. Да, подобное было, да, да. Поэтому так не надо играть. ЖЖ6, наверное? Да, я в партии сделал ЖЖ6. ЖЖ4, СД6, ЖЖ6. И я вот делаю размен на поле ЖЖ5. ФЖ5 очень хорошо, да. Типичный для русских шашек. Ну, для бразильских тоже, но здесь возникают некоторые осложнения. СД4 последовало в партии. АЖ7. То есть, первый момент. Я считал размен... Не размен, а ход ДЕ5 в партии. Ход ДЕ5 в партии. И здесь я сначала считал бразильскую присоску на ДЕ5 АБ2. Что я буду играть именно так. То есть, сопернику нужно бить две шашки. И я делаю... Ну, ставлю дамку. Вот. Но здесь возникает осложнение. Все-таки две лишние шашки, понятное дело. И там, по-моему, мне удалось какое-то нечудор за белых насчитать. То есть, в конце концов, дамка ловится. Ну, сейчас подробности вдаваться не будем. Короче, тебе не понравилось это продолжение, да? Да, в пару ходов назад. Но потом я понял, что на ДЕ5 не обязательно делать присоску бразильскую АБ2, а просто сыграть БА5 и пробить на Д6. Или разменяться, или даже закрыться, да? Именно вот БА5 и на Д6. И все сходки здесь, вот, можете убедиться сами, все сходки в пользу черного. Просто сходимся, там, один размен назад, еще раз подойдем, подойдем и выиграем. Вот, в партии этого не последовало. Хода ДЕ5. Вместо ДЕ5 соперник сыграл ЕФ2. А, ЕФ2. Да, именно такой ход. И вот здесь ключевое отличие русских от бразильских шашек. Я делаю ход ЖФ6. То есть, ну, не особо эффектно, но технично. Так, а жертва ДЕ5 не проходит? Именно, в русский она выигрывает, в бразильский проигрывает. Вот такой небольшой вот момент. Так и было, да, в партии? Да. Так, хорошо, пожертвовал. В партии было так. Подожди, я попробую сам тоже найти, друзья. Да, давай. Поставьте видео на паузу. А, ну, простой выигрыш, да. Да, да, да. В бразильский тут простой выигрыш. Я увидел, да. Показываю. АБ2. Надо бить большинство. Просто играем. Ставим дамку. Ну, и бьем дамкой. Все верно? Да, да, все верно. Получается... Так и было в партии, да? Не, в партии так не было. То есть, соперник этого, видимо, тоже заметил. Ну, и... Ну, то есть, в партии тоже было довольно просто. Соперник от безысходности сделал ход АЖ3. Ну, и последовала простая комбинация. Можно даже не просить ставить видео на паузу. Сразу ее видно. Ну, да, тут простенько. Ну, и сдался, да? Ну, да, соперник. Да, неплохо. Признал поражение. И еще один. А, получается, сейчас покажи вот эту партию, которую мы играли. И потом покажу напоследок. Тоже вот партия из нашего тренировочного матча с Иваном. То есть, в русские шашки тут сильнейший ход FE5. Понятно, да? А в бразильские шашки мы с Иваном играли. Кстати, я вот эту партию проиграл. Я пошел FE5. И курьезный ход. И, получается, проиграл первую партию. Иван просто побил две. То есть, я побил две, Иван побил. И все, я остался без шашки, видите? Могу рассказать еще одну курьезную историю. Как раз вот на этом же чемпионате мира в Киргизии эта же жеребьевка выпала сильному литовскому мастеру Ричарду Валужесу. И как раз-таки вышеупомянутому Бахадиру Байдулаеву. И Бахадир, недолго думая, делает ход FE5. Ну, ладно. Мне не так стыдно, я не один такой. Ладно. А у нас в партии с Иваном было гораздо интереснее. АБ4 возможен ход. Я, кстати, анализировал эту позицию. В русские шашки тоже интересный ход. Он, кстати, тоже возможен, да, и в русские. И на Б5. В русские тут уже, конечно, надо играть FE5. С примерно равной позиции. А в бразильские такого хода нет. Приходится играть Б3. Ну, и здесь Иван анализировал. Говорит, что очень хорошо играть АБ6. Скорее всего, даже чуть ли не выигранная позиция. Но я в партии сыграл ЦБ6. Далее было ЦБ2. Белые строят ударный кулак. Я пытаюсь окружить FG5. И белые разменялись FE5. Побили, побили. Здесь, в принципе, можно было сыграть BC7, DC7. То есть я выбрал GH4. Тоже неплохой ход. Иван сыграл EF4. Ну и после хода BC7 Ваня разменялся вот таким образом. Далее я сыграл FE7. И здесь уже у белых видно, что начинаются проблемы. Иван разменялся FG3. И здесь у меня был выигрыш. То есть компьютер показывает, что после хода GF6 и размена вперед-назад, без разницы, позиция черных очень неприятная. Скорее всего, проигранная. Но я в этой позиции сыграл B5. И Иван красиво меня победил. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Причем выигрыш самое интересное проходит и в бразильские, и в русские шашки. Самое смешное. Ну я уже в цитноте был. У меня есть такая... Отмазка, так скажем. Не заметил удара, да. Но когда Иван сходил, конечно, у меня глаза, что называется, полезли на лоб. Очень красивая тема. EF6. И можете убедиться сами, что в какую сторону не побей, у белых везде выиграно. Вот именно так и победил Иван. Ну да, в бразильский только один вариант, надо три бить. Да, в бразильский тут один вариант. Ну ладно, покажу. В русские три вроде, да? В русские три, да. Ну и мне пришлось здесь сдаться. Да, очень красиво. Так, ну и последний момент, да? Значит, фрагмент. Да, вот фрагмент из моей партии с мастером спорта Михаилом Крыловым Республика Татарстан. Вот сначала расскажу, как было в партии. Хотя нет, давайте сначала в анализе партии. Значит, я издалека шел на эту позицию и думал, что... Ну почему-то думал, что у соперника моего единственный ход АБ6 отдача двух шашек. Так. Вот, покажи сначала АБ6. И что я считал? Вот в партии, признаюсь, до конца не видел, но потом, когда вот мы разбирали в номере вместе с Дмитрием Андреевым тоже. А, ну сюда просто... Сюда, разменялся. Это выигранная позиция. Сюда и здесь надо поставить именно... Подожди, ЕД6 или ЕФ6? Я вот вспомнил позицию, это точная позиция. Так. Мы здесь нашли красивый выигрыш. Ну, в этой позиции ЕД6 выиграли. Это позиция из косяка, да. Но не об этом это речь была. ЕД6, да, по-моему, именно. И это выигрыш. Да, да, да. То есть на так... Уже просто, по-моему, отошел. И на так... Так. И тема в чем? То есть на так уже ставим дамку. И нельзя, видите, две шашки отдать. Выигрыш белых. Вот, по-моему, именно такой вариант. Мне эта позиция известна, да. А если в этой позиции пойти неправильно, сюда, здесь уже ничья, напал. Надо отходить. И, по-моему, просто на А3 сыграл. Здесь выигрыша нет, как ни странно, да. Так. Да, немного назад. То есть хочу конкретно другой вариант, то, что мы анализировали, показать. А, тут еще есть вариант. Назад, назад. То есть вот жертва двух шашек. АБ6. Так. И ходим с АБ4. То есть нашли мы такой выигрыш. СБ4 и ЕФ6. Теперь, ну, видим, БЦ3 нельзя из-за простого ФЖ7 и ЕД4, понятно. Вот. Ну, ФЖ7 и ЕД4. В3, поэтому. Простой выигрыш. Поэтому В3, да. ФЕ7 идем. Дамки. Ну, пошли. АБ2. И ставим дамку именно на поле Д8. Так. Теперь, видите, на А1 поставить нельзя из-за жертвы дамки. Такой интересный. А, красиво, да. Ставим шлагбаум. ЕД4. И сюда. Да, такой момент. Так, а если поставить на С1? Если поставить на С1. Сумасшедший выигрыш. Так. Отдаем шашку ЕД4. Допустим. Подожди, а куда бить? Это разве выигрыш? Сбили на С1, допустим. На С1. Так, подожди. Что-то я не вижу. Все, ничья. Ничья, да. Значит, в этой позиции отдали ЕД4 правильно. То есть, ЕД4. Неожиданный тихий ход до Е5. То есть, красивая тема. Теперь, если спускаться на С1, видите, ЖФ4 отдача. А, на С1 нельзя, да. То есть, отдали сюда и сюда. ФЖ3. Легким выигрышем, да. Но у черных есть ничейное, как бы, продолжение. В Любке. Да, в Любке. Ну и тут, как мы любим. А, тут же бразильские шашки. Сюда. Да. ФЕ3 и выигрыш. Да. А в русские не проходит такая тема, да. В русские, вот, показанная мною тема проходит. Да, но вернемся назад. Это к началу. Как было в партии. Ну, тоже так интересно закончилось. А надо было играть все-таки СБ4, да? Да, Михаил так и сыграл СБ4. Я Б6. То есть, позиция ничейная, я так понимаю, СД4 последовала. Но в партии удалось все-таки выиграть. Ошибся, да, соперник? В цитноте, да. ДЦ5, ФЕ5. ФЕ5. Да, СБ4, ЕД6. Пытаюсь еще как-то Эншпиль получить интересно. Вот, видимо, стоило просто сыграть Б3 из ничьей, наверное. Но в партии Б5 последовало именно. Ну, вот мне Б5 почему-то просится. Да. Вот, и здесь уже, ну, может быть, тоже ничья по компьютерному, но зацепки начинаются. Я хожу ДЦ7. Б3. ДЦ5, допустим, там. То есть, пока останавливаю шашку АБ2. СБ8. Ставит дамку на А1. ЖФ4 делаю ход. Ну, и вот в партии последовало, ну, допустим, там перевод дамки на А8 пока что. И вот ставлю ловушку, в которую соперник и попал. Тут какие-то удары начинаются. Значит, играю в Б8 на Д6. Так, и он в любки пошел, да? Сильный цвет нот, да, Михаил решил пойти в любки. Ну, и здесь последовал удар. Так, погоди. Тоже попытаюсь найти. Так. Ну, удар в один ход. Так. Пока не вижу. Сложного ничего нет вообще тут. Так. Так. А, ну это же бразильские, елки-палки. ФЖ5. Да, ФЖ5. Так вот тоже под боем вроде и дамка, и шашки, все. Вариант взять. Ну, тут, короче, русачи, я понял, играли. Русачи это не видят, да? Особенно в цвет нотах. Мне кажется, бразильцы это сразу бы увидели, да. Я издалека это тоже не видел, удалось. Там ближе к делу уже заметить. Да, то есть психологический момент, получается, еще учел. Молодец. Да, вот такие партии. Вот такие пироги, друзья. Надеюсь, они вам понравились. Начинка неплохо. И, друзья, завтра будет товарищеский матч. Будут играть международный гроссмейстер Евгений Кондриченко и Иван Смурков. Начало 18.00. Не пропустите, будет интересно. Еще раз поздравляю Ивана с победами. Молодец. Да, спасибо большое. Спасибо. Надеюсь, завтра 20.00 не проиграю. Ну, тяжело будет, конечно. Ну, товарищеский матч, да. Скажем так, старайся, да. Хотя бы пару ничьих, надеюсь, смогу сделать. Да, да. Нет, хотя бы одну выиграть надо. Не в сухую, самое главное, да. Ладно, увидимся завтра. До свидания. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok